Образ роковой женщины получил развитие во Франции. Он пришел на замену светлого и невинного создания, которое часто подвергалось насилию со стороны демонического героя, естественно мужского пола. Но в 19 веке все перевернулось и в центре внимания становится женщина-хищник, милая и красивая на первый взгляд. Она не та, кем кажется. Давайте посмотрим, какие образы роковых женщин изображали великие художники, среди которых было много таинственных и прекрасных символистов. Густав Моро, Эдип и Сфинкс. Символизм возник во Франции и активно развивался в 19 веке. Он зародился как литературное движение, но быстро перешел в другие формы искусства, а именно музыку и живопись. Художники-символисты отдавали предпочтение, в первую очередь, мыслям и чувствам, отвергая новые технологии, науку и натурализм. Надо отметить, что литература и символизм шли рука об руку, ведь мифологические сюжеты стали частью живописных полотен в стиле символизма. Художники черпали вдохновение из древней мифологии и с помощью символов создавали свои собственные миры, которые больше похожи на сны, и главными героями, вернее героинями этих снов стали женщины. Например, художник Гюстав Муро отходит от модных в то время во Франции реализма и натурализма, и в своей картине «Эдип и Сфинкс» обращается к мифологической тематике, при этом использует нарочито архаичный стиль живописи. Здесь греческий герой Эдип стоит со Сфинксом на пути между фивами и дельфами. Сфинкс был мифологическим зверем с головой женщины, телом льва и крыльями сокола. Согласно мифу, Сфинкс терроризировал город Фивы, задавая путникам хитроумные загадки и убивал всех, кто не мог их отгадать. На переднем плане картины мы видим их останки. Эдип разгадал загадку и освободил город. Возможно, Сфинкс в искусстве символистов означал страх и тревогу, которые испытывали мужчины по отношению к изменяющемуся статусу женщин в реальном мире. Однако, если мы посмотрим на картину, переплетенный взгляд Эдипа и Сфинкса может намекать на любовную связь. Особенно это заметно по слегка растерявшемуся взгляду Сфинкса. На сексуальное напряжение может намекать положение задних лап Сфинкса. Они находятся в опасной близости от его гениталий. Фернан Кнопф. Ласки. Эту картину также называют искусство или нежность Сфинкса, или Сфинкс, или Ласки. Из Франции символизм распространяется в другие европейские страны, в основном на север континента. В продолжении темы Сфинксов, мифологии и символизма нельзя не упомянуть о картине бельгийского художника Фернана Кнопфа под названием Ласки. Посреди пустынного пейзажа на неком помосте обнимаются мужчина и загадочная женщина-гепард. Первое, что может нас смутить, это то, что их объятия кажутся неестественными. Мужчина неловко смотрит на зрителя, его губы сжаты, будто он очень зол. Зверь же, наоборот, смотрится довольным. Вам не кажется это странным и ничего не напоминает? Кнопф не уточнял миф, который вызвал у него вдохновение для написания этого полотна, но можно предположить, что это его интерпретация Эдипа и Сфинкса Моро. Вот некоторые элементы, указывающие в этом направлении. Например, копье, которое Эдип держит в руке на каждой из картин. Отчужденность Эдипа и наслаждение Сфинкса. Ну и конечно, мы снова видим восхищение символистов двойственностью женщин, которые одновременно привлекательны и опасны. И еще я бы хотел обратить ваше внимание на андрогинные признаки главных героев. Вполне может быть, что художник хотел продемонстрировать уничтожение гендерных стереотипов. Мужчина здесь слишком женственный, когда как женщина-гепард имеет более мужественные черты лица. Эжен Грассе. Витриольез. Бросок кислоты. Давайте немного отдохнем от символов и мифологии и перейдем к образам реальных роковых женщин. Вот очень любопытная картина французского и швейцарского художника-иллюстратора, одного из зачинателей модерна Эжена Грассе. Первоначально Грассе изучал архитектуру в Цюрихе, но в 1871 году он переехал в Париж и в конце концов стал гражданином Франции. На него повлияли новые художественные движения, включая символизм, прерафаэлиты и рисунки Гюстава Доре. Во Франции в 19 веке жила известная куртизанка по имени Жанна Бреко, которая была известна тем, что шантажировала мужчин. Она была приговорена к 15 годам каторжных работ за жестокое ослепление одного из своих любовников. Она бросила ему в лицо кислоту. Удивительно, но таким образом она хотела сохранить отношения, так как ее любовник был младше, и она боялась, что он ее бросит, ведь она к тому времени уже начала сидеть. На такой жестокий поступок ее вдохновил брак ее старой подруги, которая была замужем за молодым и слепым мужчиной. Жанна считала, что слепой мужчина не будет думать о ее внешности. Подобные преступления вдохновили художника Эжена Грассе на эту гравюру. Подняв руку, женщина на гравюре поворачивается к зрителю. Ее зеленоватая бледность и бешеные глаза возможно указывают на ее эмоциональное состояние. Мы не можем предсказать ее действия. Перед нами возникает еще один образ, который символизирует настоящую, безумную и опасную женщину. Эдвард Мунк «Вампир» Эта картина норвежского художника Эдварда Мунка первоначально выставлялась под названием «Любовь и боль». Название «Вампир» картине дал друг Мунка писатель Станислав Феликс Пшибышевский, создав таким образом новое повествование вокруг загадочной картины. Такое название превращает образ пары влюбленных, пребывающих в муках и крепких объятиях, в образ женщины-угнетателя, жаждущей жестокой мести. Казалось бы, перед нами снова роковая женщина, которая предстает на этот раз в образе вампира. Однако, наверняка, утверждать нельзя. Остается загадкой, утешает ли женщина своего возлюбленного или, наоборот, питается его силами, подобно вампиру. Если анализировать воспоминания Мунка и его друзей, то в этой работе, как, впрочем, и в других картинах Мунка, прослеживается комплекс «Мадонны и блудницы» и страх художника перед женским началом. Конечно, стоит обратить внимание на волосы. Они выглядят действительно угрожающе, яркие, огненно-рыжие, неаккуратно разбросанные по голове и спине мужчины. Они больше напоминают струи крови. Особенно здесь, в правой нижней части картины. Здесь они почти превратились в настоящую кровь. Эдвард Мунк. Расставание. Образ роковой женщины в картинах Мунка занимает центральное место. Его искусство показывает, что не всегда женщина конца 19 века была злодеем мифических масштабов. Женщина становится самостоятельной, а главное независимой. Теперь она сама решает, кому принадлежит ее сердце. Мунк в своей картине «Расставание» или «Разлука» обращается к любовной боли, когда молодая женщина в светлом платье смотрит на бескрайние просторы океана и буквально сливается с пейзажем, ее возлюбленный отворачивается от нее. Ее волосы, кажется, обвивают его, что становится физическим проявлением их эмоциональной связи. Когда она разрывает их отношения, он опускает голову и закрывает глаза. На ужасную боль намекает окровавленная рука на груди. Источником боли становится сердце, разбитое, раненое и кровоточащее. При всем при этом в женском образе чувствуется легкость и свобода, словно расставание для нее это освобождение. Искусствоведы из-за не до конца прописанного женского образа также трактуют его как светлое прошлое, когда как мужчина с более четкими силуэтами принадлежит к мрачному настоящему. Феликс Валатон. Ложь. Швейцарский художник и график Феликс Валатон в своей картине «Ложь», так же как и Эдвард Мунк, показывает любовь как травмирующую жестокую и бурную стихию и раскрывает сложную природу гендерных отношений на рубеже веков. Здесь мы видим, как пара обнимается, а женщина шепчет что-то мужчине на ухо. И кажется, можно поверить в их истинную любовь, если бы не название работы, которое подразумевает, что их романтическая гармония всего лишь непрочный фасад. Франс фон Штук. Грех. На картине немецкого живописца Франса фон Штука «Грех» обнаженная женщина агрессивно направляет взгляд на зрителя, а змея обвивается вокруг ее торса и шеи, обрамляя ее грудь и укрепляя ее соблазнительность. Это очевидная отсылка к Еве в Эдемском саду. Мотив был задуман как развитие картины Штука 1889 года под названием «Чувственность». Картина произвела фурор сразу после первой выставки и стала важным коммерческим прорывом для художника. Сегодня она считается одним из значимых шедевров символизма. Франс фон Штук создал примерно 12 версий этой работы. Гюстав Муро «Явление». Соломея, печально известная роковая женщина из Нового Завета, также была популярной темой среди художников конца XIX века. По сюжету, ее очаровательный танец убеждает Ирода исполнить любое ее желание. Соломея требует голову Иоанна Крестителя. На акварели Муро «Явление» изображена полураздетая Соломея, погруженная в видение своего возможного завоевания. Муро очень необычно трактует эту библейскую сцену. Соломея видит настоящий призрак парящей головы, окруженный светящимся ореолом. И стоит опять обратить внимание на их взгляды. Голова Иоанна застыла в испуге, смотря прямо на Соломею. Она, в свою очередь, словно отгоняет голову от себя, но это ужасное видение заворожило ее. Работа Муро напомнила мне один любопытный рисунок знаменитого художника-символиста Аделона Редона, про которого я, конечно, не могу не упомянуть. В его картине под названием «Прорастание» 1879 года Бледная, пугающая, свободно парящая арабеска из голов неопределенного пола либо восходит в небеса, подобно душам умерших людей, либо спускается из неосвещенной небесной пустоты в бездонную яму на землю, к грешным людям. Но бестелесные головы у Редона постепенно приобретают человеческие черты, кульминацией которых становится портрет, портрет в профиль, возможно, женщины с черным ореолом вокруг. Уделон Редон, Пандора Но вернемся к мифологии. И великолепный Редон также не обходил эти восхитительные и таинственные мотивы в своем творчестве. Пандора Она была первой женщиной, созданной из глины и воды, Гефестом, по велению Зевса. Боги одарили ее своими лучшими дарами, отсюда ее имя, Пандора, что с греческого переводится как «всем одаренная». Однако, не может быть все так идеально. Боги также подарили ей сосуд или ящик, в котором хранилось все зло, от которого страдает человечество. Открывать его ни в коем случае нельзя. В мифе Пандора позволяет своему любопытству взять верх над собой и открывает сосуд, выпуская все содержимое на ветер. Таким образом, все эти беды обрушились на мир. Она испугалась и быстро закрыла крышку, но сосуд оказался почти пустым. На дне лишь осталась надежда. На картине Редона мы видим Пандору за мгновение до того, как она открывает коробку. Она стоит обнаженной в саду. Картина датируется 1914 годом. Это время, когда история Пандоры снова стала актуальной, ибо начинается Первая мировая война. Густав Климт, Даная История Данаи вдохновляла художников со времен Средневековья. Согласно мифу, Даная была дочерью царя Аргаса Аркисия и Евредики. Аркисий получает пророчество, в котором предсказывается, что он будет убит ребенком Данаи. В попытке бросить вызов судьбе, он заключил свою дочь в подземный медный дом. Однако, хитрый Зевс, пленившись красотой узницы, превращается в золотой дождь и проникает в ее комнату, плод их союза Персей. Он же много лет спустя, убивая своего деда, таким образом пророчество исполняется. В своей картине Густав Климт сочетает символизм с эстетикой модерна. Все подробности мифа остаются за пределами холста. Перед нами лишь сцена оплодотворения Даная Зевсом. Фигура молодой женщины и золотой дождь доминируют на холсте. Округлые формы Даная придают особую сексуальность и эротизм этому полотну. Климт откровенно исследует женскую сексуальность. На миг мы забываем о мифе. Только пурпурная ткань олицетворяет ее королевское происхождение. Михаил Врубель. Царевна-лебедь. Вот мы и подходим к концу. И в финал я бы хотел поставить именно эту картину. Несмотря на то, что она не связана напрямую с роковой женщиной, ходили слухи, что Врубель все-таки был одержим именно такой женщиной. Эта картина была написана под впечатлением от постановки оперы Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Партию царевны исполняла его жена Надежда. Вот только женское лицо на полотне больше похоже на другую женщину, пианистку по имени Эмилия Прахова. Говорят, что у художника с ней был роман. Эмилия была женой известного искусствоведа Адриана Прахова. Она училась по классу фортепиано у самого листа и была профессиональной пианисткой. Адриан Прахов пригласил Врубеля реставрировать фрески в Киевской церкви. Ну а дальше Врубель влюбился в Эмилию. Он даже предал иконе Богоматери с младенцем ее черты. Адриан обратил на это внимание и был оскорблен поведением художника. Позже он отстранил Врубеля от работы. Но любовь не исчезла. Она словно переросла в безумие художника и стала роковой для него. Врубель не мог забыть Эмилию и продолжал писать ее портреты. Ее черты многие видят в таких картинах, как, например, легендарный демон-сидящий. Но в картине «Царевна-лебедь» ее образ, пожалуй, проглядывается отчетливее всего. Здесь царевна загадочна и таинственна. Ее лицо немного опечалено, но большие глаза уверенно смотрят на зрителя, словно пытаются заманить его в ловушку. Лебедь в эстетике символизма олицетворяет вдохновение, возвышая душу, но и приводит ее к самым темным сторонам жизни. В царевне прослеживается и демоническая природа. Это образ застывшего времени, ускользающей красоты. Ее молчание и последний взор, которые, кажется, предвещают беду. С вами был канал «Дом среди лавров». Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Спасибо, что ставите лайки. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм, на группу вконтакте. Все ссылки вы найдете в описании. Я вам желаю всего доброго и до встречи в следующих выпусках.